Привет, девочки! Я нахожусь в магазине Winners, канадский магазин, где всякие остатки разного всего. Типа от G-Max, американский, только канадская версия. Вот что хочу сказать. В нашем магазине очень много привозят люксы, часто. И в начале сентября обычно такой большой завоз всегда. Я пошла посмотреть, и здесь ничего нет. Вот есть босоножки Walmart, которые стоили 300 долларов, сейчас 150. Кстати, мой размер выше 100,5. Можно померить, но мне они не очень нравятся. И из интересного, действительно, вот только сумка из люксов. На самом деле, вот сумка ботега плетеная. Это, кстати, известная модель ботеги бежевого цвета. Кстати, очень базовый хороший цвет. Цена на нее, трам-пам-пам, 2000 долларов, 2999. Ну, вы знаете всю эту модель. Вот эта вот сумка с узлом, с ручкой такой, с узлом, плетеная. Это, конечно, настоящая сумка. У нас подделок здесь не продают никогда. Ну, вот видите, здесь обычно прицеплены, вот они все, видите, прицеплены вот на такой замочек, чтобы никто не упер. А сейчас вот пустенько-пустенько. Может быть, все раскупили, конечно, я не знаю, но вряд ли. Все остальное это не люкс. Вот это все не люкс. Мне было интересно именно посмотреть на люкс, потому что я помню, что в начале сентября всегда было время, когда именно был большой завод люкса. Серджио Руси в санужке 100-летней давности. Тоже на сейле. Были 250, сейчас 125. Тоже мой размер, кстати. И вот такие же Серджио Руси туфли. Вообще четвертые. Прям супер мой размер, потому что я иногда ношу четвертые даже. У меня вообще 35-й, но иногда я ношу четвертый. Вот они столь тоже 250, сейчас 125. Но это мода 2010-го года. Вот. И Сен-Лоран туфли. Они уже здесь были, я уже их давно видела. Они, видимо, тоже уже на сейле. 37-й размер. А нет, 600 долларов, они еще не на сейле. Но они интересные, конечно, но такие на любителей. Ну, это вот все. Видите? Здесь... А, вот фирога мы немножко есть. Туфельки за 400. Ну, в общем, ничего. Никакого завоза люкса у нас нету. Зато завезли ободки. Слушайте, такого количества я на любой вкус. И смотрите, какие божьи, какие красивые. Ну, это прям для невесты такие. с бабочками, с изумрудами, со стразами, цепи, жемчужинки. Они по 15 долларов все. Я такого не видела количество, конечно, никогда. Откуда-то их завезли. Это под Диор закус. Ну, в общем, кто любит девушки ободки. Такие вот тепленькие, видите? На зиму, типа. Еще с мешочком. Вот такой все сделаю. В общем, вообще много всяких аксессуаров для волос, заколки, блестящие заколки. Так, а эти по чем? Вы знаете, что у меня длинные волосы, но я никогда не ношу ничего такого, потому что, ну, я считаю, что это для молодых больше. Ой, что тут такое интересное? Это тоже заколки для волос. Так что мы телефон тупит. Да, заколки 25 долларов. Интересные, кстати, у кого есть желание или дети, девочки. По-моему, девочки вот такую вполне могут носить. Ну, и тут всякие шапки, шапки. Что тут еще интересного? Здесь завезли интересное пальто. Я хочу померить. Мне интересно. интересно проверить пальто, потому что это что-то. Максмара есть. А, идемте посмотрим украшения. Здесь иногда бывает. Угу. Ну вот, украшения есть, люксовые, как раз. Гуччи сережки, Гуччи запонки. По 200, по 300 долларов. Вот это для галстука или для денег. Такая клипса. Гуччи браслет на руку. Ну, я хорошо, спасибо. Да, конечно, спасибо. Так, и в Сен-Лоран браслет, и в Сен-Лоран цепочка. Видите? За 500 и за 300. что там? Чиванши краслет. Фенди часы. Балман. Там что-то красное, что я не вижу. Ведь какие-то бусы, но я не вижу, чьи это. Кошелек Дольче Габбана. Часы тоже какие-то. Что-то у нас еще. А, вот это тоже бакадо. Такие клатчи. Две с половиной тысячи с серебряной и золотой фурнитурой. И деревянной фурнитуры. Интересные. Окей. Вот, кстати, пальто Этру. Какой размер. Интересное пальто. Смотрите, какое красивое пальто. Это Этру сделано. Такая ткань. О чем это у нас? 1400 долларов. Оно такое тонкое, знаете? Интересное пальто. Давайте я возьму его с собой. Написано, что 16 размер. Но я не знаю. Здесь на этикетке Этру размера нет. Но на вид оно не маленькое. Может, у меня будет как раз. Я не знаю, это какой 16. Итальянский, наш, канадский. Возьмем его с собой. Померим. Здесь, кстати, детские. Детские вещи тоже. Брендовые. Брунелла Кучинели. 150 долларов. Детский световый. Ну, не знаю. Детский не буду вам показывать. Вот плащик Love Moschino. Пальто, верно. Видите? Он такой, как плащ. Коротенький такой. Париж, Париж. Love Moschino. Сделан в Китае. Почем? 300 долларов. Так, большой. Давайте возьмем его померить тоже. О, дети начали плакать. Чтоб нам было веселее снимать. Какая кофточка симпатичная. Фирогамма. Так, по-моему, я могу закругляться со съемкой. 300 долларов. Или... Очень красивый цвет. Посмотрите, тоже фирогамма. Она такая прозрачная. Тоже 300 долларов. Красивые блузки. Я хотела пальто посмотреть. Моя цепь. Вот это интересно. Макс Мара. Боже мой, какой красивый. Боже мой, 1200. Большой размер, по-моему. Давайте его возьмем тоже в примерочный. Потрясающе. Так, это блузочка Макс Мара. Тоже за 300 долларов. Видите, тоже такая прозрачная. Очень красивая рука. Манжет. Так, это пиджаки. Кит Спейд. Слава Богу, ребеночек перестал плакать. И вот такой блестящий. Какой красивый. Еще вот это пальто Макс Мара. У нас тут... А, вот это Макс Мара. А вот это Босс. Это у нас 1500. Вот такой красивый. И вот это Босс. Это Босс. Вы знаете что? Может быть, я не буду их втащить в примерочную. А померю прямо здесь. Мне так не хочется. Здесь тоже есть зеркало. Я могу перед ним прямо вам все показать. Очень красивое пальто. Ну, и тут мне пришлось наложить озвучку. Потому что очень громко плачущий младенец. Невозможно было совершенно это слышать. И я решила убрать звук и рассказать вам про это пальто. Действительно, пальто необычное. Такой необычной расцветки. Рисунок очень крупный. Может быть, слишком крупный. Я бы даже сказала, для меня. Это рисунок, который называется куриная лапка или гусиная лапка. Вот я никогда не помню. Немножко странная расцветка. Черная с рыжим. Такое странное сочетание. Но, тем не менее. Неоднозначное чувство оно меня вызвало. Оно, конечно, красивое. Но вот какое-то такое немножко сочетание цветов, по-моему, не слишком. Не самый лучший вариант. Так. Значит, у него 43% шерсть. 46 махер. И один с полиамид. Сшито, кстати, оно в Польше. Сделано в Польше. То есть вот Max Mara не все шьют в Италии. Нам бы этого не хотелось, но нет. В общем, 1500 долларов. Вот такое вот пальто. А какой размер? Я не поняла вообще даже. Не знаю. Наверное, medium. 42. Не знаю. Ну, неважно. В общем, красивое пальто. Вот такое вот ткань красивая. Еще одно сейчас померю. Очень тоже красивое пальто. Очень красивая ткань. Такая с птицами. Такая расцветка. Посмотрите. Очень интересно. И оно сделано на пуговицах. Вот такой вот лиме. Они, кстати, все небольшие. Такие не широкие. Может быть, просто размер мне немножко маловато. Но, в принципе, я могу застегнуться. На мне такая вот довольно толстая толстовка с широкой проймой. Так. Мама с ребенком ходит прямо за моей спиной. Я жду, что в любую минуту он начнет плакать. И мне придется выключаться. Очень красивое пальто. Ну, мне как-то, мне кажется, что оно маловато. Должно было быть побольше. Я бы хотела, чтобы оно было побольше, пошире. Ну, очень красивая ткань. Обычная, интересная. Для пальто вообще такая очень клевая. Сейчас я посмотрю, что за состав и цена. Я уже вам показывала, по-моему. Давайте еще раз посмотрим. Да, здесь вообще сплошная. Это крил, 12% шерсти, 8% махера, полиамид. Ну, в общем, так себе состав. Кстати, это, по-моему, сделано в Италии, потому что ничего не написано на счет того, что это производство чего-то. И это, видите, двадцатый год. Двадцатый год производства Италии. По-русски написано, кстати. Так, это, по-моему, 42-й. Медиум. Размер медиум. И оно у нас... Это пальто стоит 1200. Ну, очень красивое пальто. Необычная расцветка. Не то, что расцветка, необычный рисунок. И очень приятная, приятная ткань. Хотя, состав так себе. Видите, кнопочки такие аккуратненькие. Клав. Так, это плащ Клав Маскина. Я бы он так приехала пораньше, чтобы людей не было никого. А здесь народу. Мамаша с детьми. Дети. Хотя, сегодня школа уже началась. Но я смотрю, что детей полно, которые должны быть в школе. Ну, не важно. Так. Чтобы я могу спокойно поснимать. Но нет. Смотрите. Это Лав Маскина плащ. Очень интересный. Такой. Я думала, честно говоря, что в нем должен быть поезд. Но поезд я не нашла. Кстати, а здесь такая же есть куртка. Такого же рисунка. Мне надо было приехать, наверное, в 7 утра сюда. Потому что сейчас 9 с копейками. А сейчас уже народу полно. Ну, бог с ними. Так. Красивый плащик. Симпатичный. Но такой, немножко коротенький. Я предпочла, чтобы он был подлиннее. Это не совсем плащ. Он такой с подстежкой. Стеганный. Наверное, он немножко с некоторым утеплением идет. Сейчас мы посмотрим на него. Да. Видите, у него такое легкое утепление. 300 долларов. Вообще дешево. Маскино. Ну, Лав Маскино. Это более дешевая, конечно, компания, чем Макс Мара, Босс и прочее. Американский четвертый. Ну, так. Медиум здесь написано. Я бы не сказала. Оно довольно такое большое намного. Ну, так свободно. Так. Это пальтою тру. Легленький такой плащик. На такой подкладке. 16 размер написано. Ну, да. Оно довольно объемное такое. Большое мне. Наконец-то мне что-то как раз. Карманы. Ну, карманы какие-то низкие. Ну, какой-то такой немножко матрасный вид у меня. Легкий такой матрасик. Не знаю. Ничего особенного. Итро вообще обычно такие красивые расцветки. А здесь что-то как-то это не особенное. И подкладка такая же в полоску. Интересно, давайте посмотрим в состав и цену. Ну, так на вид оно обычно ничего хуже. Так. Ну, что ж. Цена его 1400 долларов. А по составу шерсть хлопок и полиамид. Это размер 50 итальянский. Сделано, кстати, в Италии. В основном шерсть и хлопок. Немножко полиамида. А подкладка ацетат и синтезика какая-то. Так. Так. Это пальтишко Хога Босс. Я в очках. Сегодня, девочки, я не накрашена. Поэтому. Ну, мы же примеряем уличную моду пальто. Так что вполне можно. Огромное. Боже мой, оно такое большое. Ну, красивое. Классическое базовое пальто. Очень невелико. Плечи большие. Воротник такой огромный. Карманы. Мне прям руки до них еле дотягиваться. Ну, как бы такое бежевое. Такой, знаете, цвет и фасон. Совершенно классического бежевого осеннего пальто. Оно невелико. Давайте посмотрим состав и сколько оно стоит. Да, здесь хороший состав. 95% шерсти. Это, кстати, сделано оно в Турции. Видите, написано Made in Turkey. Это размер итальянский 48-й. Great Britain. В общем, по-моему, американский 12-й где-то я находила. Цена его тоже 1300 долларов. Ну, вот такое вот интересное пальто. Ну, сзади оно сделано обычным. Ничего на нем больше нет. Вот воротник. Кстати, как будто его уже начинают скатываться. Интересно, да? Ну, конечно, сшито хорошо. Кашвам претензий нет. Придраться ни к чему. Мне, во всяком случае. Но, наверное, кто-то увидит, что они кривые косые. Очень красивое пальто Максмара. Без пуговиц. А, у него есть пояс. Ну, в общем так, без пояса оно выглядит вот так. Оно такое расклешенное, книзу длинное. Вот это действительно красивое пальто. Я думаю, что это шерсть хорошего качества. Красивый цвет такой. Шоколадно-коричневый. Сейчас я его завяжу на пояс, чтобы показать вам, как это выглядит. Вот такое вот пальто. Очень красивое. Вот это мне действительно очень нравится. Оно беспугает, правда. Ну, так вот на запах. А я, собственно, всегда все пальто свои практически никогда не застегиваю. Я их так и ношу под пояс. Очень классно. Прям очень классно. Пойду. Так, видите, этот значок? То есть это шерсть. Я посмотрела здесь состав. Стопроцентная шерсть, подкладка, стопроцентная вискоза. Сделано оно в Италии, по-моему. И стоит оно... Стоило 1199, а сейчас 1120. На сейле уже, представляете? Ох, какое красивое пальто. Причем вот интересно, что у них шерстяные пальто и не шерстяные стоят одинаково. Это очень странно. Но пальто, конечно, шикарное. Опять же, все такое прямо... Не придраться ни к чему. Цвет, качество. А, это 42-й размер. Восьмой американский, 42-й европейский. Очень красивое пальто. Мне очень оно нравится, но оно, конечно, не дешевое. Рукавчик такой реглан интересный. Красивое пальто. Max Mara Studio, девочки. Это то же самое, что Max Mara? Или это какая-то другая Max Mara? Еще одно очень красивое пальто. Оно немножко подешевле. Это не Max Mara, это какая-то другая компания. Оно стоит 600 долларов. Ну, по сравнению с Max Mara дешевле, конечно. Но это тоже, по-моему, шерсть. Это тоже итальянское пальто. Черное такое очень красивое классическое пальто. Манжет такой на рукаве. У него есть пояс там сзади. Он просто так прицеплен. Его надо отрезать, чтобы завязать. Оно тоже без пуговиц и с карманами. И у него есть пояс. Можно его завязать на пояс. Тоже очень красивое пальто. Классное элегантное пальто. Ну, не Max Mara, но вполне достойного качества. За половину цены от Max Mara. По-моему, тоже достойно внимания. Видите, у него пояс вот так вот здесь пристегнут к подкладке. Я вам хочу сказать, бренд какой-то вот так вот называется. Это стопроцентная шерсть и подкладка стопроцентная вискоза. Но я хочу вам сказать, что здесь на обратной стороне написано, видите, веб-сайт lorapiano.com. Вот так. То есть это какое-то дочернее, что ли, подразделение от Loro Piano. Loro Piano – это очень дорогой бренд. Просто очень дорогой. 44 размер. 100% virgin шерсть. И стоит оно, знаете, не так страшно. Я вам уже сказала, да? 600 долларов. Ну, если это какая-то сделана в Италии. Есть ли это какое-то подразделение? Loro Piano. Девочки, кто знает, напишите мне. Вот целая книжка. Вот так вот называется. Вот так вот все это называется. Я не могу это прочесть, потому что это польянский, каполовар какой-то. Девочки, кто знает, напишите мне. Вот шикарное пальто. Просто шикарное пальто. Ничего не хуже MaxMare за половину цены. Просто шипер. Теперь у них этих пальто, видите, много разных. Вот это я примеряла такое с пуговицами. Без пуговиц на запах с поясом. А у них есть еще вот такие вот с золотыми пуговицами. Ну, такое классическое черное пальто с золотыми пуговицами с таким вот воротничком. Оно тоже, оно вообще дешевле, оно стоит 500. Может быть, это немножко другой фасон. Вот они есть разных размеров. Вот эти итальянские пальто. Оно такое поменьше, чем то. Но вот их много. Вот это немножко другие. Это Лохмаскино. У них есть тоже черное пальто. Тоже не буду его мерить. Так, вот это тоже вот из этих вот же итальянской этой компании. Знаете, вот смотрите, какие интересные такие кармашки с кожей. На рукаве такой типа хлястик. Тоже пиццетол. Интересно, оно тоже шерстяное? Это такое без золотых пуговиц, поскромнее, но тоже очень хорошего на вид качество. Я сейчас посмотрю в состав. Да, оно тоже стопроцентная шерсть. Их прямо здесь много-много-много разных размеров. В общем, девочки, кто из Торонто Эре, кому нужно пальто, Кто хочет хорошее шерстяное, прям хорошее шерстяное пальто, я вам оставлю адрес магазина под видео. Приезжайте. Здесь много чего есть. Можно найти интересного. Еще померила такой пуховик, но он мне маленький. Это Рагенбон. Это довольно известная дорогая американская компания, но есть только экстрасмол и смол. Это у меня смол, и он мне такой маленький немножко, но стоит он вот 300 долларов, 300 баксов. И симпатичная такая куртежечка на замочке, вернее, на кнопках, на поясе. Но мне нужен больше размер, а большего размера нет. Это очень дорогой бренд, Рагенбон. Американская компания, которая, в общем, стоит прилично. А это так, ну, 300 баксов. А мы в Юникло такой курток, правда? В общем, девочки, здесь много всяких курток, много пальто. Вот эти вот куртки Love Moscow, вот такие вот блокированные по... Они коротенькие по 300 долларов тоже. Вот это какая-то итальянская какая-то компания. Красивая тоже куртка. Много пальто. Вы видели, я вот все это мерила здесь. Здесь еще какие-то есть... Какие-то есть красные пальто. А тоже компании, вот этой же самой итальянской компании за 500 долларов, которая вроде бы как дочерняя. Во всяком случае, на их этикетке написано веб-сайт Loro Piano. Есть вот такие вот еще бежевые. А, это коротенькие. Ну, в общем... Девчонки, даю наводку. Кто у нас... Кто у нас местный? Love Moscow на пальто синего цвета. Красивый, типа, бесподобный синий цвет за 400 баксов. Такой вот. Это тоже пиджак Ferragama итальянский. За 600 долларов. Видите, был 1608, потом стал 184, а здесь он продается за 600. Ну, то есть, вот видите, что действительно реально дешевле. Ну, пиджак обычный, просто черный. Пальтишечко от Gucci. Ну, смешное такое. Они так его зацепили здесь пояс, чтобы не это самое что. Его невозможно застегнуть. Вот деятели тоже. Ну, пуговицы все целы. Помните, я как-то вам показывала платье Gucci, где посрезали пуговицы Gucci. А сколько оно с такой стоит? 2,219. Ну, да. Смешное, странненькое пальтишко детское немножко от Gucci, как все вещи от Gucci в последнее время. Короче, девчонки, здесь дофига всего фирменных пальто, пиджаков, всякая одежда. Я даже уже не могу понять, что это такое. Что-то очень интересное. Еще пальто бежевое. Коричневое, вернее, такое красивое пальто. 600. Тоже, наверное, от этой итальянской компании. А, это Ragon Bond какой-то плащ. В общем, я тут закопалась. Здесь очень много всего. Очень много фирменных от платья от BOSS. Очень много фирменных шмоток от платья от BOSS. Боже, какая красота. Посмотрите. Вот все. Посмотрите, какая красота. Бочер жжет, конечно. Оно на сейле за 2 800. Стоило 2 999. Сейчас 2 800. Тут вообще, я не понимаю, это пояс такой. В общем, вся красота, конечно, вся красота, конечно, вот здесь. Оно, знаете, сделано такой под винтаж. Кто понял, тот понял. Какая красотища. Вот такое вот. Вот такое вот платье. Очень, очень интересно. Как будто вы знаете. Ну, знаете, Gucci сейчас делает очень спор на одежду. Но, если честно, мне это нравится. Потому что это необычный эксперимент. Это ни на что не похоже другое. И это классно. Когда можно вот вещь сразу отличить, чья это компания. Так, ну и все, по-моему. Что-то еще интересное тут есть у нас. Все так висит в куче. Брюти какие-то, кофточки. В общем, много всего. Пойдемте еще посмотреть, какие есть пальто. Не люксовые, не дорогие. Хотя вот эти вот пальто за 500-600 долларов, как бы они не такие уж и дорогие. Хотя выглядят совершенно как люксовые. Еще один пиджечок Ferragama. Такой обычный, маленький. А вот что-то совсем бюджетное. За 40 долларов. Вот такой вот бренд. Я не знаю, что это. В смысле, оно такое интересное. Оно здесь из ткани. Ну, наверное, синтетика. Сейчас посмотрю. А внутри как будто бы без подкладки, но как будто бы оно как, как будто трикотаж. Карманы. Пояс такой же. Красивый цвет. Пудровые розы. Ну, такой мятая, конечно, как все, что у нас тут висит. Вот их тоже есть несколько штук. Кстати, симпатичное такое пальто-халат. Ну, синтетику, значит, сейчас посмотрим. Ну да, плестер, конечно, стопроцентный, но 40 долларов. Пальто-халат. Больше похоже на халат, чем на пальто. Так, здесь какие-то шубы. Вот такой бренд Noisy. 130 долларов. Это такое, знаете, как пальто-шуба. Оно даже не совсем как шуба, а такой вот коротенький мех. Кстати, симпатичный. Красивый цвет такой. Очень, очень даже ничего. Воротник такой большой. Красивый. Цвет красивый. Такой он серый, чуть-чуть-чуть зеленый. Так, курточка American Eagle. Это такой наш тоже американский бренд. 40 долларов всего лишь она стоит. Интересная такая, знаете, коротенькая. Как будто бы под мех и под кожу рукава. А здесь как барашек такой. Ну, знаете что, за 40 долларов она вполне себе очень даже... Ничего такая. Размеры большие есть. Это тоже что-то. А нет, это Левис. 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 Кто как. Кто как правильно называет. Тоже черная под кожу такая куртка с белым таким мехом на воротнике и на манжетах. Тоже симпатичная. По 80 долларов. Вообще недорого. Для Левис. Вообще недорого. Смотрите какая хорошенькая курточка от J.Crew. Девочки наши американские знают, что это бренд дорогой. И вот он J.Crew стоил 198. То есть фактически 200 долларов. А здесь он стоит 80. То есть больше чем половины дешевле. Очень такая приятная такая ветровка. Спортивного стиля. Такая охотничая немножко. В общем у нас тут много очень всего. У меня садится батарейка. Короче девочки, кто местные. Го к нам вокруг. У нас тут раздолье пальто. Я думаю, что здесь их много сейчас. Во всех Winners. Но у нас прямо вот есть от дешевых до прям таких люксовых дорогих. Включаю Max Mara. Включаю. Ну и Зарочка. Пальтишко. А как же без Зары? Я же не уйду без Зары, девочки. Это пальто или пиджак? Это пальто. Я уже собиралась уходить. 30 долларов. Давайте поверим. Такой плащик из Зары. Очень ничего кстати. 30 баксов. Ну просто даром. То есть даром. Вот такой вот симпатичный. Размер Large. Легкое такое пальто. С запахом на поясе. Короче название видео родилось. От Зары до Max Mara. Пальто на осень. Вот такая вот Зарочка за 30 баксов. Вполне себе симпатичный плащик. Только у него какая-то здесь проблема с рукавом. Во-первых он руанный. А во-вторых он какой-то внутри подкладка. Все перекрученные. В общем это фигня. Да. Ну в общем. Состав не нашла. Нигде ничего. Но из-за вот этого вот я конечно пропущу это дело. Карлуша. Лагерфельд. Такой розовый прекрасный. За 130 долларов. Все девочки. Буду с вами прощаться. У меня садится батарейка. Я должна ехать домой. Еще какие-то пальто. В общем миллион пальто. Тысяча одно пальто. Всех люблю. Целую. Увидимся в следующем видео. До новых встреч. Пока-пока. Бай-бай.